Всем привет, ребята! Сегодня у нас встреч пойдет про вот этот вот замечательный, или не очень замечательный магнитфон Alpha 202.2. Магнитфон я купил на паркелке за 400 рублей. Сейчас я все расскажу немножечко поподробнее. Для начала я хотел вообще купить магнитфон именно кассетный, а не вот бобильный, простите, слово не мог на память долго вспомнить. Ибо за последние два года я чаще копал собственно китайские вот эти вот магнитфоны, они у меня в руках почти часто очень ломались. И меня это наконец собственно бесило, мне это надоело, потому что как бы я не старался делать это как жопски, но получалось, вы наверное уже догадываетесь как. И я вспомнил то, что в принципе при работе вот с этой вот цирковой советской техникой у меня не случалось бы проблем, ибо я копался в шасси, в баку, вернее, радиол, и собственно у меня получалось там все наладить. Потому что детали там толстые, и собственно, чтобы мне там что-то схумать, нужно потрудиться. Поэтому я решил себе купить для начала советский кассетный. Пришел, значит, на паркелку где-то две недели назад, и стал смотреть заранее. Мне, в принципе, приглянулись В262, Сигма и Маяк 231. Но когда я пришел, у них у ОВФ обнаружились проблемы. У Маяка было что-то с пасиком, я нормально не платил кассету, причем я зашел в ОВФ, а у ОВФ провалилась кнопкой блокировки этого, ОПУ самого. То есть не ОПУ, а самой Деки. Мне не хотелось что-то серьезное купать, и я спросил, есть ли что-то еще в радиусе 400 где-то рублей. Там было, конечно, много всего, были разные телевизоры, небольшие, интересные, но мне интересовала именно вот такая вот звуковая техника. У меня жили два магнитфона, а именно вот эту вот Эльфу 202, 202.2 и Маяк 212, если не ошибаюсь. Но вот этот вот легендарный, премьерный магнитфон Маяк, блин, простите, пожалуйста, я забыл его название, точнее не название, а модель самая. Ну, я для начала хотел купить Маяк за 400 рублей, так как эту Эльфу предлагали изначально за 1000, но Маяк в последний момент отказал и почему-то работать отказывался, то есть он вообще не подвал никаких признаков жизни. И мне предложили, я смог вытроговаться, вот эту вот Эльфу, которую изначально предлагали за 1000, мне дали за 400 рублей. Хотя, ребята, не представляю, какому бы они Елуху продали бы за 1000 рублей. Тут у нас присутствуют, увы, уже, возможно, пока я тут минуты две бесполезно, будто бы не вам рассказываю, некоторые дефекты. Во-первых, нет ни одной ручки и нет одного регулятора. С ручками тут были три ручки из четырёх, они сейчас у меня лежат, ну, тут где-то. Я их просто одеть забыл, либо магнитфон, я часто сейчас разбираюсь в передней панели, я такое что копаю, сейчас расскажу чуть позже. И, да, этому магнитфону я посвящу не одну часть, потому что, собственно, мне кажется, он заслуживает нескольких частей. И, если я всё постараюсь вместить в одну часть, во-первых, я под конец уже сдуюсь, бензин закончится, как говорится, и буду плести всякую дичь. Во-вторых, собственно, это будет сделать сложно, потому что магнитфон ещё до конца мною не восстановлен, и его пришлось восстанавливать. Сейчас, опять же, всё немножечко подробнее расскажу. Дело в том, что, во-первых, тут не хватает крышечки, но крышечка это ладно, крышечка, в принципе, не мешает особо. С передней панелью есть проблема, она была изначально закручена на несколько винтов, а потом, когда мне пришлось её разобрать, я наткнулся на небольшой тролло от советских, собственно, сборщиков. Дело в том, что магнитфон собирался ещё с передней панели, то есть в корпусе есть железные арматуры, сюда вставлялся винт, и с этой стороны, когда ещё никаких кишок не было, он затягивался гайкой. И, собственно, так происходило со всеми этими шестью винтами. А потом же туда пихались кишки и всё остальное. Но дело в том, что минус такой конструкции, сложно будет потом подобраться, когда ты попытаешься его открыть. Когда я открутил отсюда винт, гайка туда провалилась. И, чтобы её теперь нормально затянуть, мне нужно там что-то подлезть, что-то вытащить и заново её вкрутить. Мне такой вариант не устраивает, потому что это будет долго, и есть шанс, что я всё-таки умудрюсь пробовать какие-то провода, и себе же потом проблему жопу сделаю. Поэтому, пока я его часто разбираю, я заклеил вот так вот неаккуратно бинтом. Потом проклею бинтом аккуратно, я уже пробовал, у меня получилось, и один интересный вариант у меня есть. Также, такие же проблемы есть и с задней крышкой. Но это всё мелочи. Главное, когда я магнитфон покупал, магнитфон работал, и, собственно, вроде бы что-то даже воспроизводил. Хорошо. Магнитфон я забрал. Дома он мне проработал где-то часа в три. Я сначала просто слушал вот эти вот записи из бубин халявных, из того клуба заброшенного. Потом я его пытался подружить с радиовой Урал-114 моей. Подружил я его при помощи вот этого вот самопарного кабеля. Вот эта вот часть втыкается в магнитфон, вот это вот в пятерной разъём. А вот эти вот контакты от сара термопары втыкаются в разъём динамика. Правда, в самой радиоле эта вилка вот так вот спаренная и склеенная, а тут они раздельные. Тем не менее, кстати, даже очень удивился то, что они неплохо сюда подходят. Но обнаружились некоторые проблемы уже, когда я попытался это сделать. Первое, видимо, частично сдохла головка. Я не понимаю, какая из них, то ли основная, то ли стирающая. Во-первых, воспроизводил он вроде бы и не громко, и не тихо, но как-то странно, с каким-то большим количеством помех, и мне это не понравилось. Во-вторых, когда я попытался сюда что-то записать, он мне выдал что-то тихое, было что-то слышно, то, что я записывал, но это было ненормально. Я не знаю, что это проблема, возможно, в головке или в электролитах я ещё до конца не разобрался. Но хорошо, вроде бы я добился каких-то настроек, когда что-то ещё было, в принципе, можно слушать. Я поставил всё это дело записываться и ушёл кушать. Прихожу, эта радость меня размотала с половины бобины. Дело в том, что пасеки внутри были гнилые, и пока я ходил, видимо, один из них не выдержал такой непосильной работы и прекраснейшим образом сдох. Да, это было не самое приятное. Причём, вместе с пасеком что-то сдохло в электронном управлении. Мне ещё повезло, что в мою фону нет электронологического управления, только механика и электрические контакты. Дело в том, что у меня были проблемы с этими кнопками. Возможно, из-за того, что лента сапарила что-то из механики, что-то на что-то наехало, и, собственно, какие-то проблемы возникли. Дело в том, что теперь я, когда нажимаю 19-ю скорость, блин, нормально она почему-то не зажимается. Вот, допустим, мы зажали 19-ю скорость, и 9-ю, которая нормально тоже не зажимается. Катушечки почему-то на них вращаются с одинаковой скоростью. Хотя я отлично помню то, что вроде бы на 19-й они или быстрее вращались, или на 9-й они вращались медленнее, чем они вращаются с одинаковой скоростью. Это, честно, странно. И я понимаю то, что не зря здесь предоставлены две совершенно разные скорости. Ну да, с пасеками у меня тоже были некие проблемы. Дело в том, что сначала я перебрал все пасеки, которые у меня были дома, и не подошли. Я хотел сходить просто на гостин и купить набор пасек, набор пасеков, которые продавались в прошлом году, по крайней мере. Но, когда я туда пошел, я наткнулся на эпичущий каравал. Дело в том, что эти пасеки туда больше не завозят. Ладно. Мне пришлось купить канцелярских резинок. И из резинок начать вязать пасеки. Я сначала вязал пасекный двигатель. Он мне просто самый первый. Вот здесь, сейчас я даже сниму прям приватную крышечку и покажу вам, что бы мне говорить тут не на словах. А то на словах у меня получается мало понятно, а так хотя бы все поняли. Сейчас я возьму унташу подобию указки. Сниму аккуратненько вот эту вот стенку. И посмотрим на нутро этого магнитофона. Вот. Наверное, такое все уже видели. Вот, как вы видите, вот это оригинальные пасеки. Он остался всего один. А вот это вот уже моя самопальщина. Вот пасек и вот пасек. Так что тут валяются куски моих прошлых пасеков, которые я либо забыл, либо не смог вытащить. Потому что они куда-то бывают запихиваются и вываливаются уже через какое-то время. Во-первых, первым у меня сдох вот этот пасек, который шел на двигатель. Изначально они были толстые и, собственно, недоверие не вызывали. Потом я попытался связать такой пасек из резинки. То есть изначально этот узел выглядело примерно так. Сейчас я вам покажу. Стараюсь. Во. И так как эта резинка хорошо растягивалась, у меня получался вроде пасек. В принципе, в режиме воспроизведения работал он нормально. Пока не доходило до перемотки. Из-за того, что на эти катушечки возрастала нагрузка, этот пасек не выдержал и рвался. Потом я попробовал просто взять резинку, не украшивая ее вот такими вот узелками и свернуть вдвое. И, как вы видите, этот вариант неплохо прижился. Я пробовал его и под нагрузками, и он не рвется. Хорошо. Потом у меня сдох вот этот вот пасек, который идет на этот вот наматывающий подкатушечник. Это подающий подкатушечник тут, в принципе, идет только пасек, тут пасек идет при помощи колесика. Блин, колесик вообще я хорошо сказал. При перемотке, вот в эту вот сторону, а так вот пасеков напрямую не идет. Пасек вот идет на это колесо двигателя, а уже с этого колеса снизу он идет сюда, либо при перемотке он идет через вот это вот колесо вот сюда и крутится эта катушечка быстрее. А так она крутится слабо, даже ее можно спокойно прокрутить, но ее роль не крутится сильно, как при перемотке. При перемотке она крутится сильно, с заметным усилием. Она просто должна наматывать ленту слабенько, которую подает вот этот вот тонвал. Тонвал, кстати, тут крутится довольно сильно, и вот тонвал у меня тоже были проблемы, но у них чуть позже. Потом у меня сдох вот этот вот красненький пасек. Вообще они были все черные, но он сейчас у меня красный. Вообще я не знаю, как он работал, на этом пасеке были вообще большие зазубли, но тем не менее он какое-то время тоже поработал. Потом он сдох. Я для начала пробовал связать также его из резинки, то есть сначала из нецелой, но когда я перевязывал слишком сильно, у меня он начинал вот так соприкасаться с этим колесом. Режим воспроизведения плавно переходил в режим перемотки. Это тоже было нехорошо, потому что, собственно, ну, 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 кому, ну, это режим воспроизведения, а не режим перемотки, и вращалось тут уже все с гораздо другими скоростями. Поэтому мне пришлось подбирать размер пасека. Потом я взял обычную лизинку, не украсивая ее на тело, и вроде бы, в принципе, получилось. Потом у меня были небольшие проблемы с тонвалом. Из-за того, что, видимо, когда в тот самый случай у меня размоталось здесь полбубины, тут что-то задело. И при нажатии вот этих вот кнопочек на тонвал нормально вот этот вот ролик тонвала, который вращает вот этот вот большой барабан. Собственно, вот, мы вращаем этот барабан, и вот эта ось, это и его ось, это и есть тонвал. И вращается он вот этим вот роликом вот от этого двигателя. Когда я нажимал кнопку 19 скорости, он мне для начала нормально не соприкасался. То есть, вот при именно нажатии он начинал вращаться. Когда я отпускал эту кнопку, он тоже начинал вращаться. Дело в том, что сзади есть под этими кнопками пара контактов, которые замыкаются. И что-то там немножечко отошло, и эти контакты перестали нормально замыкаться. И когда я надавливал на них слишком сильно, они замыкались, но уже вот этот вот ролик тонвала приподнимался, и двигателем он не крутился. Также я заметил интересную особенность. Дело в том, что в таком положении тонвал работать отказывается. Магнитфон нормально работает, пока только в ближайшем положении. И такое же у меня проявлялось, в принципе, и с новым магнитфоном, так что я особо не удивляюсь. Но, в принципе, это магнитфон-приставка, поэтому ему мне кажется простительным. Вот вы видите, то есть тонвал вращает ролик, а ролик двигатель не вращает. Хотя в ближайшем положении ролик начинает вращать двигатель, то есть, если мы нажмём воспроизведение, он будет вращать всю эту систему. Ну, это забавно. И, да, у меня были проблемы с инвалом, с ними я разобрался, но, тем не менее, я попробовал послушать одну из бобин новых, те старые, мне пришлось выкинуть, и они, в принципе, нормально работали. Я принёс парочку новую, поставил вот сюда, ну, эту бобину, и, собственно, включив её, я получил что-то тянущее. Такое ощущение будет, там какое-то провидение в этом доме сидело, и пока ещё магнитфон был у меня раздолбанный, который был там, там была какая-то комета ламповая, что ли. И вот она сидела, и там что-то записывала. Ну, конечно же, это шутки, но какие-то там выливки про нормальные звуки, то, что я просто это выключил. Да, это было ужасно. Потом, естественно, понял, что, скорее всего, тут что-то не так со скоростями, но дело в том, что вроде бы были магнитофоны, у которых было не две скорости, а три. То есть, возможно, вот этот бобинок, как раз, записан на третьей скорости, которого у меня нет. Он не нет. То есть, у меня есть только девятая и девятнадцатая скорости. Ладно, мне кажется, можно уже надеть крышечку, потому что рассказывать по внутреннему устройству больше нечего. Всё, остальное уже было в следующих частях, ключи моего тоже в следующих частях. Хотя нет, мне кажется, всё-таки есть ещё что рассказать. Расскажу немножечко, почему вот, собственно, тут нету одного из регуляторов. Это я говорил, что расскажу, и мне нужно это рассказать. Дело в том, что, когда я снимал эту крышку, обычно вот эти вот ручки, которые на них где-то снимаются, относительно легко. Но не в случае этого регулятора. Я пытался эту ручку снять, у меня не получилось. То есть, и когда у меня её получилось снять, я, собственно, просто сорвал этот регулятор, он прокручивался и нифига не регулировал. Но мне повезло, и это был стереомагнитфон. То есть, тут у нас два регулятора имеется. Вот. Пока я, правда, режим стерео нормально не смог настроить, как, в принципе, сам магнитфон. Поэтому я выкинул временно этот сломанный выключатель, переключатель, тихо, блин, регулятор. И на место второго канала, при помощи перестановки проводов, смог его сделать. И да, вот здесь вот была там мною нелюбимая система. При помощи гейчек и нормально зафиксировать я его, опять же, не смог. Но когда, в принципе, всё это собирается, хоть это немного считается, но оно работает. Да, когда я магнитфон завершу нормально делать, и он у меня будет стабильно работать, то я обязательно что-нибудь придумаю. И магнитфон мне будет выглядеть более-менее эстетично. Трешка, кстати, у него верхняя тоже есть. В ней я храню, собственно, бобины. Правда, у меня пока осталась всего одна пара, то есть, бобина пустая и бобина с днёмкой. Так как я всё-таки вам вначале сказал про риск того, что малая там может быть какая-то зараза. Поэтому я решу оставить всего только одну. Да, это звучит странно. Сначала принёс, а потом уже подумал. Но тем не менее... Да, крышка теперь нормально не закрывается. Надо будет её после выпуска опять притянуть аккуратненько вот этим вот, как его, бинтом. Чтобы она хотя бы временно сидела. И, да, я вам уже немножко упомянул, да, простите за то, что выпуск затягивается. Но этот выпуск я и предназначал как разговорный сегодня. Много болтовни, и мы его ни разу не включили. Но это первый выпуск из серии, собственно, проекта магнитфон. Ибо, как я говорю, я постараюсь записывать все насчёт его каких-то ремонтов. И не знаю переделок, если они понадобятся. И буду про него рассказывать, мне кажется, ещё не один выпуск. Выпуска три, мне кажется, про него как минимум будет. А ибо следующий выпуск будет про, собственно, его включение. Я вам покажу, что он делает. И третий выпуск. Мы попробуем на него что-то записать. И я вам покажу, чем это увенчается. И насчёт записи я вам уже успел упомянуть. Простите за то, что я это выговорил уже много раз. Тут что-то сдохлое. Либо, кстати, головка грязная. Это вполне возможно, надо будет её попробовать почистить. Может быть, это поможет. Но, мне кажется, мы уже и так заговорились. Магнитфон, в принципе, мне понравился. И мне жалко то, что мне приходится его копать. Хотя, с другой стороны, это интересно. И неинтересно было бы, если бы даже он просто стоял и работал. Даже честно, вот я скажу, интереснее. Когда магнитфон немножечко ломается. И просто ты его открываешь. Начинаешь копать. И начинаешь понимать, как он работает. И ощущаешь себя, собственно, уже чем-то частью его. Или он ощущает тебя частью тебя. Да, всё это философия, конечно. Но вы примерно меня поднимали. С вами был канал Лекароид. Если вам понравилось это болтовня. Да, да, это звучит странно. Если вам понравилось, просто бессмысленно болтовня. Но, опять же, я говорю, этот выпуск был разговор. Именно история, как я его купил. История, что я столкнулся. Попытаясь нормально на нём работать и что-либо записывать. Следующая часть, как я уже говорил, мы его будем включать. Я вам покажу, что он делает. Какие-то нюансы. Тот же расскажу. В третьей части мы попробуем его что-нибудь записать рандомное. Скорее всего, с радио Ураусу 14. Но если я найду джек для телефона, то будем записывать что-то с телефона. Потому что с Ураом, то это, конечно, не мучаешься. Но таскать его туда-сюда с подоконника. И если это у тебя полкомната занимает, это тоже нехти. Ладно, с вами был канал Электролайд. Мы так уже про него сегодня заговорились. И говорю я много чего бесполезного. Ну, возможно, говорю это на пользу и кому-то это нравится. Всем удачи и до скорых встреч. Ждите другие части проекта Минфон. Также скоро ждите выпуск седьмой и помоев. У меня произведение в 3.5, мне пришлось сбрасывать телефон. Поэтому материал мне приходится отснять заново. Ну, ничего, всё будет. Всё когда-нибудь будет. До скорых встреч, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok